И всем привет, ребят! С вами Страбак, и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня вместе с вами впервые за долгий период времени на основном канале мы протестируем устройство. Ну а если вы ждали данный видеоролик, если вам нравятся видеоролики, посвященные игровой тематике, то обязательно забывайте поддерживать данный видос лайком, забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3-млевых сталов на 20 тысяч танкоинов. Для этого он срокировал аккаунтик, если вы тему личный, так-так-тимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форум, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшнего вооружения, то сегодня мне бы очень сильно хотелось бы протестировать твинса с турбоускорителями, который занерфили, который по балансу якобы теперь не нагибает и не является столь имбой, который был до этого. Возьмем гипериона, возьмем под это все дело еще и диктатора. К сожалению, у меня на диктатора нет никакого устройства на корпус контентового, если было бы еще устройство какое-нибудь, было бы вообще великолепно. Ну и попробуем реализовать эту комбину в рамках матчмейкинговой катки и посмотреть, на что способна эта комбинация на сегодняшний момент времени. Также у нас вчера вышла компенсация, которую я практически уже всю выполнил и забрал и залутал довольно хорошее количество наград, за исключением только золотого контракта. Золотой контракт я еще не прошел. Как пройду золотой контракт, можно будет делать тоже полет в рамках мини-игры и забирать оставшиеся ценные награды, которые я еще оттуда не получил. Что касаемо твинса с турбоускорителями, то у нас получается на этом твинсе занерфили урон. Он стал на 5% меньше, но что-то мне подсказывает, что эти 5% вообще абсолютно никак не занерфили это устройство. То есть это устройство на сегодняшний момент времени является суперсильным, суперимбалансным и его уже получается второй раз подряд нерфят, но оно все так же жестко себя может показывать в матчмейкинге. Единственная контракт, которая имеется против этого устройства в матчмейкинге, это резист. То есть резист и резист от крита, то есть броненосец. Все остальное абсолютно без разницы, что вы будете использовать. Да, этот твинс будет просто уничтожать в салат. И если вы там тянете противника на дистанцию в виде там ближних бойных каких-то пушек, то вообще будете без шансов сливать. Ну, против средней дальности, большой дальности пушек, если у них нет резиста, то у вас тоже особо проблем по их уничтожению не будет. Ну и как вы видите, у нас даже вон Приварыш играет тоже с твинсом на дальность. То есть твинсов на дальность очень большое количество. В матчмейкинге попадается, ну и также не забывайте, что очень большой сплэш-урон еще есть у этого устройства. То есть здесь за счет сплэша у вас тоже есть возможность очень-очень хорошей накидочки дополнительного урона. То есть даже если противник там где-то прячется, за счет сплэш-урона вы можете накидывать колоссально большое количество урончика. Так, ну и я подбираю дропы в овердрайв. По-хорошему было бы мне его хоть под какого-то тиммейта раздать. Тут овер, чтобы я не соло прожимался. Просто если я соло прожмусь... А, наш тиммейт уже вернул флаг, я понял. Было бы неплохо сейчас под кого-то просто прожаться. Тут противники очень неплохо открываются. Вот так вот. Давайте вожмемся. Попробуем сделать здесь такую широкую врывалову. Есть у меня криты. Одного слил, второго слил, третий. Открывается, еще успевают. Да и третьего успеваю еще под критами слить. То есть под критами на диктаторе это устройство вообще творит какие-то чудеса. Если, например, вы играете в команде там с двумя-тремя такими диктатор-отвинцами, то можно как раньше развалочку делать очень жесткую. Прям очень жесткую. Там вот раньше был момент, когда смока нагибала с автопушкой. Можно было там 3D-космоки использовать. Потом твинц. Вот этот вот появился. Сейчас можно дико твинца использовать. Ну и работает он явно не хуже, чем та смока, которая была раньше в комбине. Да, которую мы тоже бывало записывали и комбинировали. Поэтому в целом эта комбинация является очень такой токсичной. Ну и балансная на сегодняшний момент времени. Даже когда у противников есть резисты. То есть здесь у нас в катке 3 реза от меня. Но даже против 3 резистов я могу килять очень некисло и могу спокойно контролировать оппонента. То есть ближнебойные пушки я вообще молчу, что с ними происходит. Ну и большой дальностью пушками. Ну и чуточку посложнее. Так, овердрайв падает у нас дроповый. Успеваю или успеваю. О, нормально. Матимально. Бля, ну зачем ты это делаешь, дружище? Вот я не совсем понимаю, зачем вот такие вот хопперы берут овердрайв, когда у тебя уже есть овер. Для чего ты это делаешь? Реализация овердрайва, конечно, просто великолепная. Ну ладно. Доставочку он оформляет. Что касаемо дрона, да. Какой дрон вообще лучше использовать под такую комбину? Я сейчас, например, взял гиперионы. Но также очень эффективно и круто смотрится, как он называется, смотрится защитник. Защитник тоже смотрится просто превосходно. Защитники тоже можно очень хорошо наваливать контента. Ну и, кстати, вот сейчас меня не слил этот фриз только потому, что у меня была защита от пробития. Если бы защиты от пробития не было, он бы меня даже пульсаром бы сдуть успел бы. Так, защита меня чуточку здесь спасла. Ну и один еще из таких факторов, который чуточку работает в нерв этому твинцу. Ну и в принципе любой, наверное, комбинации на сегодняшний момент времени это спасатель. Да, то есть против спасателя. Все так же тяжело играется. И вне зависимости от того, на чем вы играете, да. Вы играете на твинсея, вы играете там на страйкере, либо еще на какой-то пушке, да. Любая пушка против спасателя, ну, похуже себя будет показывать, очевидно. Потому что у противника будет еще один дополнительный подсейв. Именно поэтому и важно и самому иметь такие устройства на корпус. В лучшем случае, конечно, спасатель, но хотя бы что-то, если у вас есть из дронов дополнительных на корпус, то уже неплохо. Просто вот у меня, например, сейчас только пробитие есть на диктатор. И это, ну, чуточку хуже по балансу, наверное. Как ни крути. Так, прожмемся. Раздадим еще нашему твинсу. Здесь овердрайв. Сливаем двоих оппонентов. Пытаемся накидать еще здесь сплэшом. От сплэша, кстати, криты не залетают. Криты у нас летят только от прямого попадания по оппоненту. Но в целом и так выглядит все дело неплохо. Противник пытается, кстати, разменчик как минимум сделать. Попробуем его сейчас на широкой взять. Берем широкую. Пытаемся накидывать сразу по нескольким противникам. Сплэшом. Накидочка урончика зарабатывает и работает великолепно. Так, пробуем еще добавить. Хороший урончик. Ну и надо, чтобы тиммейты доработали только в таком моменте. 16 киллов у меня в рамках такого боя. Не сказать, что прям какое-то космическое количество. Да, но тут, наверное, больше игра уже под команду идет. Сейчас было бы неплохо, если, по-моему, криты бы раздал. Ну, дружище. Ну, дружище. Ну, криты. Ясно, понял. Вопросов нету, дружище. Вопросов не имею больше к тебе. Все понял. Все понял, все принял. Так, овердрайв дропа у нас там не падает. Дроповую дишечку бы хотя бы забрать. Ну, 3-0 на счет устраивает, поэтому я могу пошире поиграть. Могу пошире поиграть. Ой, сам себя слил. Не заметил, что у меня 0 хп. Можно было здесь, конечно, не сливаться и забирать еще один дроповый овердрайв. И чувствую себя просто превосходно в этом игровом эпизоде. Так, сосулендрочка залетает. Отлично. Я мог даже, если честно, не тратить здесь аптечку, потому что у меня и так иммунитет от пробития. И все, что было бы, это была бы только заморозка. Заморозка противник пытается сыграть под возврат. Пытаемся законтрить. Отлично. Одного разбираем. Второй остается оппонент. Ну, я надеюсь, что наши тиммейты здесь справятся. Или он с приваренной башней. Приваркой тогда лучше помочь. Так, здесь надо похоре фрезу еще накидать. Накидочка, 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 накидочка. Отлично. Контра есть. Так, ну и подсейвили тиммейты. Теперь можем сами шире сыграть. На каких-то больших картах это вооружение может показать еще лучше результаты. Причем на какой-то такой вот маленькой средней карте. На больших картах прям великолепно реализуется этот твинс. Да, чувствуется, если честно, что он немножко поднерфлен. Если так посмотреть. Но я бы не сказал, что это прям критически сильная тема. То есть до сих пор этот твинс может наносить большое количество урона. До сих пор. Даже я бы сказал, не то что большое, а огромнейшее количество урона может наносить. И это без никакого дополнительного бустера. То есть у вас есть возможность еще сделать, чтобы у вас еще больше был урон. Если вы хотите, вы можете взять бустера. Ну, либо же, если вы хотите подольше жить, вы можете взять защитник. Есть ребята, которые с защитником играют на этом пинсе и тоже довольно-таки хорошо его реализуют. Так, падает у нас дропа овердрайв. Есть возможность сыграть под него. Так вот делаю, чтобы разобрать оппонента. Чтобы никто не отжал мой коди. Отлично, выбираем овердрайв. Контрим противников. Ну и довольно неплохое количество по времени, если честно, работает овердрайв. Так, сливаем одного, дальше против резиста. Он даже решил просто совместажиться, чтобы не отдать мне килл. Да, гениально сыграно. Так, сливаем еще одного, сливаем еще одного и наносим урон по еще одному противнику. Так, 5-0 у нас, ребятки. 3-40 до конца боя, 24 килла у меня уже в рамках этой катки. Для боя 6 на 6 я считаю, что это шикарнейший результат. Ну и наш тиммейт оформляет уже шестую доставку. Я чисто на киллах, чисто на саппорте своим тиммейтам сделал уже, получается, 600 очков и 24 киллочка. Считаю, что это очень хороший результат в рамках такого боя. Учитывая, что это 6 на 6 именно бой. Да, то есть, если бы это была бы катка 8 на 8, 10 на 10, то у меня бы уже должно было бы к этой минуте быть, ну, хотя бы киллов, наверное, 30-35. Чтобы я сказал, что это неплохо. Ну, а для Red Alert'а 6 на 6, в принципе, и 25 киллов в такой катке, это довольно неплохой результат. То есть, за бой у вас должно быть где-то 30-35 киллов, и это будет хорошим показателем. Так, пробуем давайте сами тогда уже увести флаг. Раз у нас уже такая пошла песня, пробуем сами увести. Возим, ага, сосулендрочка, понял. Контря от меня сосулендрой. Не заметил, если честно, я Крусейдера. Если бы заметил, может быть, даже бы сделал бы какой-нибудь уворотик дать в этой ситуации. Так, ну и падает Оуди. Падает Оудишка, никто из противника под Оуди не играет. Шикарно, оставляют мне овердрайв, правильно. Вам овердрайв незачем. Так, ну и наш тиммейт флаг здесь не увозит. Он начинает просто кататься по респам противника. Наверное, он почувствовал, что он суперсильный. Его и так все устраивает. Так, ну и что мы делаем? Здесь по мне Оудочка залетает. Прожимаем Оудишечку. Под себя играем овердрайвом. Ну и просто увозим флаг. Даже не буду я здесь играть под какие-то дополнительные киллы. Оформляю просто последнюю доставочку в рамках этого боя. Ну и скажу, что вполне себе комфортно чувствует этот Твинс на сегодняшний момент времени. Даже после нерфа очень хорошие показатели. Вот у нас у первого места, я не помню, на чем он... А, там Хоппер был, да? Хопперофриз под увозы играл. То есть в целом смотрится очень и очень круто. Даже после нерфа это устройство показывает хорошие результаты. Пишите, что вы думаете по поводу Твинса с турбоускорителями. Считаете ли вы это устройство лютой имбой или же нет? Как вам это устройство? Поддержите данное видео с лайком. Если вы еще этого не сделали, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok